Наталья Борис Годунов Пушкин, Борис Годунов. Борис Годунов. Спектакль, который никогда не будет поставлен. Нет комментариев. Во-вторых, у нас очень маленькие возможности, ну вы видите, маленькое пространство, мало света, мало зрителя и денег очень мало. То ли дело в настоящем театре. Там настоящее, величественное, красивое сценическое пространство, навичканное всякими театральными возможностями. Там море света, там на сцене вращается круг, на котором может стоять декорация, вокруг круга может вращаться сценическое кольцо. Из-под сцены бесшумно поднимаются плонжера, подавая бесшумно на сцену декорации, опускаются бесшумно. Например, сцену фонтана можно было бы позволить, чтобы эти же плонжера подали на сцену прозрачный стеклянный бассейн, наполненный водой. Мы бы включили контровой свет и запустили туда обнаженную, а может быть не обнаженную, а в какой-то золотистой чешуе, золотистой чешуе, золотую рыбку Марина Мучешек. Ну это там, там, там. А здесь нет. Но нам очень нравится леса. И мы решили, что сегодня мы ее для вас просто прочтем. Да. Но постараемся это сделать так, чтобы вы в своем воображении, в своей фантазии могли бы представить тот спектакль в настоящем театре, который никогда не будет поставлен. Значало вообразите, что вы находитесь в настоящем театре свечки. Театр полк, боже, блещет. Медленно дать на цвет. Медленно дать на цвет. Какие-то жуткие, маханатые существа с рогами, копытами, С вытаращими гладящими оскаренными клыками, Листово толку вокруг соломенного чучела. Кляши, кажутся бы справляют какой-то старинный языческий ритуал. Одно из чадов, держа в руке чучела на палке, Приплясывая, отделяется от толпы и выходит на авансцену. Но снимают свою жуткую халю, и под ней обнаруживается молодой И совершенно счастливый Александр Пушкин. Пушкин, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Она опять пускается в совершенно дикий премаз, Пока не памятник и неможенник, Но непонятно откуда взявшийся диван в своем собственном доме. В него брат рукочит, в который он вписывает последние слова. Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Таранзина. Сей труд гений ему вдохновений С благоговенью и благодавностью Посвящает Александр Пушкин. Комедия О царе Борисе И Гришке Отрепьеве Кремлевские палаты В 1598 год 20 февраля Князья Шумский и Ратынский Напоминают каких-то причудливых Странных птиц. Наряжены мы вместе город ведать, Но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста, во след за патриархом К монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога? Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще поводит и поплачет, Борис еще поморщится немного, Что пьяница причаркаю вина, И, наконец, по милости своей Принять венец смиренно согласится. А там, а там он будет нами править По-прежнему. Но месяц уж протек, Как затворясь в монастыре с сестрою, Он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре Склонить его до сели не могли, Ни внеблетом, ни слезным увещанием, Ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, Ни голосу великого собора. Что, ежели правитель в самом деле Державными заботами наскучил И на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты? Скажу, что понапрасну Велася кровь царевича младенцу, Что, если так, Дмитрий мог бы жить. Ужасное злодейство! Полно точно царевича сгубил порез. А кто же? Кто подкупал напрасно Чепчегова? Кто подослал обоих битеговских с Капчановым? Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. Но ехал я на свежие следы. Весь город был свидетельно злодеянием. Все граждане согласно показали, И возвратясь, я мог единым словом Изобличить сокрытого злодея. Зачем же ты его не уничтожил? Он, признаюсь, тогда меня смутил. Спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый. Расспрашивал, в подробности входил. И перед ним я повторил нелепость, Которую мне сам он нашептал. Не чисто, князь. А что мне было делать? Все объявить Федору, но царь На все глядел очами Годунова, Всему внимал ушами Годунова. Пускай его б уверил я во всем, Борис его тотчас бы разуверил. А там меня аж сослали б заточение, Да в добрый час, как дядю моего В глухой тюрьме тихонько б задавили. Я сам не трус, но так же не глупец. И в петлю лезть не соглашусь одаром. Ужасное злодейство! Слушай, верногубителя раскаяние тревожит. Конечно, кровь невинного младенца Ему ступить мешает на престол. Перешагнет. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять Палача и сам в душе Палач Возьмет венец и барма Мономара. Да, родом он незнатен, мы знатнее, да. Да, кажется, знатнее, да. Ведь шуйский воротынский, легко сказать, Природные князья. Природные рюриковой крови. А слушай, князь, ведь мы имели право Наследовать Феодову. Да более чем Годунов, ведь в самом деле. Что ж, когда Борис хитрить не перестанет, Давай народ искусно волновать. Пускай они остарят Годунова. Своих князей у них довольно, Пусть себе в цари любого изберут. Ах, немало нас, наследников, варягов, Да трудно нам тягаться с Годуновым. Он смел, вот все, а мы, Но полно, видишь, народ идет рассыпавшись назад. Пойдем скорее узнаем, решено ли. Красная площадь. Народ бурлит. В настоящем театре, как гласит древняя легенда, Настоящее бурление народа делалось всегда довольно просто. И пословка бурно говорила друг друга о чем говорите, о чем говорите, о чем говорите, о чем говорите, о чем говорите. Шмелый Малин. Он от себя подвал святителей, бояр и патриарха. А не деньги нам праздно болеиниться, Его стражерец Сиянием Рискула, О, Боже, что будет насем врага ведь у горела. Да вот Верховный Дьяк выходит нам сказать решение, но вы слушаете! Дьяк, 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 Дьяк! Дьяк, Дьяк, Дьяк! Дьяк, Дьяк! А утром положили последний раз ответы силу просьбы на скорую правительную джон. За утром вновь святейший патриарх в Грибле отвертка красного лепен предшествуй хорубами святыли с иконами вновь и дырской тоской подлижать ног. Идите же, вы с Богом подавали, возите в славу, да взыдет к небесам усердная молитва православных пицц. Народ расходится. Следующий день. Новодевичье поле, Новодевичье поле, Новодевичье масты, все еще упрямится, все еще упрямится, все еще упрямится. Однако есть надежда, по москлачим ребенком не ругать. Нельзя ли нам пробраться за ограду? Нельзя куды и в поле даже тесно, не только там легко ли. Вся Москва сперлась, а здесь смотри, и кровь, и ярусы соборной колокольни, и... 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 и все... кресты... кресты у них народа. Браво, Люба! Что там за шум? Послушай, что за шум? Народ забыл, там падают, что волны, за рядом ряд еще, еще. Ну, брат, дошло до нас с горенью на коленях. Вот на коленях мой плачь, Ах, снизусь, Отец наш, Властвуй нами, Будь наш Отец, наш Царь. Что ж, как надо, Слава, я так и дари, Вот я тебя, вот в руках, Заги, половей. Троста, ребенка, озер! Я плачу, заплачу, братый, бей. Я сильный сброс, я не могу. Ах, бля, я сильный, брат. Ах, бля, я сильный, брат. Что там еще? Да кто их разберет, а? Венец на них! Венец на них! Венец на них! Венец на них! Борис наш царь! Да здравствует Борис! Кремлевские палаты! Царь, патриарх, воярне! Ты очень патриарх, Вы все, моя, одна жена, моя душа предварит! Вы видели, что я приемлю власть великую? Венец на них! Ты помнишь? Нет, не помню ничего! На народ ходил в девичье поле, ты говорил! Теперь не время помнить! Советую порой забывать! А, впрочем, я злословен притворным, Когда хотел тебя лишь испытать! Вернее узнать твой тайный образ мыслей! Ну вот, народ приветствует царь! Отсутствие мое заметить могут! Иду за ним! Борис наш царь! Да здравствует Борис! Борис наш царь! Борис наш царь! Да здравствует Борис! Борис наш царь! Борис наш царь! Как здоровенный кукол таскает с собой самименное чучело, Подбрасывает, обнимает его, Ляшет и прыгает со своей странной... И грушкой! Борис наш царь! Борис наш царь! Прошло 5 лет! Ночь в келье в чудовом монастыре 1603 года А этот фильм пишет перед лампадой «Тишина, только будет ветра, да скреппера». И три четверть написано «Еще одно последнее сказание. Где-то песок кончено моя, Исполнил долг за высшее Бога мне грешнее». Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил Книжную искусству, разумею. Когда-нибудь монах трудолюбил, Найдут мой труд усердно безумянно, Заслышит он, как я свою лампаду, И из веков от акций отрехнул, Промдивые сказания перепишет. Да ведут потолки православные За мои родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминаю За их труды, за славу, за добро, А за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляю. Главит ли спирс? На старости осызываю живу, Минувшая проходит предо мной, Давно ли оно несло событий полного, Улыся, как море, океан, Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранили, Немного слов доходят до меня, А прочее погибло невозвратно. Но близок день лампада догорает, Еще одно последнее сказание. У Александра Сергеевича в этот момент пьесы В углу просыпается спящий там Григорий. Но в том спектакле, Спектакль, который никогда не будет поставлен, На сцене проснется некто, Укрытый зайчим тулупом. Когда после резкого пробуждения Он повернется в зале, Все увидят, что это сам Александр Сергеевич. Все тот же сон. Возможно, в третий раз Проклятый сон. Все перед лампадой Старик сидит, допишет, И дремотает, Звать во всю ночь он И свой калачей. Как я люблю его спокойный вид, Когда душой в минувшем погруженный Он летопись свою ведет. И часто я угадать хотел, О чем он пишет, О темном ли Владычестве Татаре, О казнях ли свирепых Иоаннах, О бурном ли Новогородском Вече, О славе ли Отечество Напрасно. Не на челе высоком, Ни во взорах, Нельзя прочесть его сокрытых в думы. Все тот же вид, смиренный, величавый, Так точно дьяк в приказах посиделый, Спокойно залит на правых и виновных, Добру и злу внимая равнодушно, Ни ведая ни жалости, ни в небо. Проснулся, брат, Благослови меня, Отец. Благослови, Господь, тебя, И дверь, и присно, и бомбеки, Пушкин идет в окно и распахнет. Ночь и снег. Мне, мне снилось, Что лестница крутая Меня вела на башню. С высоты мне Виделась Москва. Дуровейник внизу Народ на площади кипел, И на меня Указывался смехом. И стыдно мне, И страшно становило. И падая стремлав, Я пробуждался. Три раза Мне приснился тот же сон. Именно заканчивает писать, И перечитывает Последние написанные строки. О, страшное невиданное горе, Прогневали мы Бога, согрешили, Владыкою себе цареубийцу мы нарекли. Подчеркивает написанное, И закрывает Рукопись. Давно уже, отец, хотелось Мне спросить о смерти Димитрия царевича. В то время, ты, говорят, был в Угличе. О, помню, Привел в меня, Бог видит злое дело, Кровавый грех. Тогда Я в Угличе На некое был послан Послушание. Пришел я в ночь. На утро в час обедний Вдруг слышу Звон Ударив на бак Крик, шум Бегут на двор царицы, Я спешу туда ж, А там уже дым в горе. И ближу лежит Зарезанный царевич, Царица-мать Беспамятственно бил, Кормилица в отчаянии Рыдает, А тут народ Остервелясь волочит Безбожную предательницу мамку. Вдруг между их Свиреп от злости Бленин Является Иудо-Битегорским. Вот-вот Злодей раздался Общий вопль, И вмиг его не стал. Тут народ Вслед бросился Бежавшим Трём убийцам. Укрывшихся злодеев Захватили И привели Предтеплый труп Молодец. И чудо! Вдруг мертвец Затрепетал. Покайтесь, народ И завопил, И в ужасе Под топором злодеи Покаялись И назвали Борисовым. Каких был лет Царевичу Вьенному? Да, лет семи. Ему бы нынче было, Тому прошло уже десять лет, Нет, больше двенадцать лет. Он был бы твой ровесник И царствовал. Но Бог судил в нонах. Сей повестью плачевной Заключу я летопись мою. Брат, Ты грамотой Свой разум Просветил, Тебе Свой труп Теперь передаю. Описывай Не мудрство Лукаво Все то, Чему Свидетель В жизни будет. Войну и мир, У праву Государей, У годников Святые чудеса, Пророчества И знаменья Небесные, А мне пора, Пора уж отдохнуть, И погасить Лампану. Ну, Лампан, Золотая Благослови Господь Своей кровой, А подай Посты. Борис, 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 Все А для тобой Препещит, Никто Тебе смеет И напомнить О жрелье Несчастного Маденша, А между Зерк Отшель И Тёмные Терни Здесь На тебя Донос Ужасный Пишет Ты Не уйдёшь Ты Отсюда Несколько Когда Ты Уйдёшь От Божьего Суда Царская палата. По сцене Вредёт Пушкин, Как санки Волоча За ногу С собой Соломенное Чучело. На этих Странных Санках Сидит Семилетний Мальчик, Бокровавленный, Измазанный Кровью Ночной Промашон. Пушкин, Как бы Примеряясь, Произносит Первые слова Знаменитого Монолога Бориса Достиг я Высшей Власти. Достиг я Высшей Власти. Вполне Возможно, Что в этот момент Он мечтает. Мечтает Это Время Когда Эти слова Со сцены Будут Произносить Великие Русские Трагики Будущего Такие, Как Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Павел Успекарь. Но Не случилось. Не Произносили. Но Мечтать Ведь Не Вредно. А вот Интересно, Кто бы Сегодня В наше Время Мог бы Достойно Произносить Эти слова. Давайте Знаете, Что Каждый Представит Себе Какого-то Своего Им Любимого Актера, Которого Он Сейчас Может Назначить На эту роль, На эту сцену. Только Чего-либо Безбезруково. Попробую. По Мечтаю. Так, Царские Молаты. Так, Я И Вдруг У нас Молаты. Попробую. 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 Спокойно Но Счастья Тут На behave t Т Но смол дубля и сиял чуть о любви, Но только у той же сердечной галатной на верхнем море дарь, Я, душа холодец, скучая, мы томимся. Напрасно мне худисники свалят, Ни долги, ни власти, ни власти, ни власть, ни жизнь, ни они не стелят. Предчувствую небесный гром и голый, Мне счастья нет. Я думал, что народ довольствием ослабил, Спокойно, щедротами любовь его снискать, Но отложив пустое печенье, Живая власть для черни ненаистна. Они любить умеют только мертвых, Безумные, когда народный плеск, Ильяр и вопль тревожит сердце наше. Бог нашелал, на землю нашуковал, Народ забыл, в мучениях погибая, Я отворил им жидкость, Я злато рассыпал им, Я им сыскал работы, Они ж меня весной испроклинали. Пожарный огнев дом истребил, Я выстроил новые жилища, Они ж меня пожаром упрекали, О, тернесут и щели ярлы. Я дочь моей, я мил на театрану, Я дочь мою мнила счастливить браком, Как буря смерть уносит жениха, И тут мала лукава наикает Виновником дочернего вдосква, Меня, меня несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийц от Амби, Я ускорил пёдра, Я травил свою сестру, царицу-монахию, Смиренно всё, я... Чувствую, ничто не может нас Среди мирских печали успокоить, Ничто, ничто, Едина разве совесть? Так здравая, она восторг тестует На злобу, на тёмной клеветою, Но если в ней единое пятно, Единое случайно завелось, Да давна беда, Как ядовый моровод душа сгорит, Нальётся сердце ядом, Как молотком стучит в ушах утрёв, И всё тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глаза, И рад бежать, Да некуда, ужасно... Хорчма на литовской границе, За огромным столовым сидят монахи-черницы Барлоан и Несаил, Рядом с ним сидит чёрн, Чёрн, которому Пушкин придает различные смешные позы... Да, к которому Пушкин придает различные смешные позы, Что очень веселит Маленького Демида, Который, подобно шекспировским призракам, Вроде здесь посценится И не живых людей. Мне нравится эта история. Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Они слышны... Хе-хе-хе-хе-хе... Входит и хозяйка... Чем-то не вас попозчивают стартчатые? Чем Бог пошлёт, хозяюшка, нет ли вина? А какие путицы мои сейчас и вынесут? Да-да-да... Кушпин придает чучелам Похозу запричинившегося Что ж ты за кручей-то за товарищ, вот и граница Литовская, до которой так хотелось тебе добраться, пока не буду в Литве до тех пор, не буду спокойно. Что ж тебе Литва так слюбилась? Вот мой отец Мисаил, да я грешный, как бы теклись в монастыря, так уж ни о чем не думай. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, было бы вино, да вот и оно. Ой, складно сказано, отец Мурланов. Вот вам, отцы мои, пейте на здоровье. Спасибо, родная, Бог тебя волкославит. Монахи пьют и затягивают песню. Как во городе была волкослава, музыка модельского мусорского слова народу. Как во городе была волкослава, Кушкин направляется, явно понравившись ему хозяйке. Мадам. А куда ведет эта дорога? В Литву, мой кормилиц, к Луевым горам. Ой, а далеко ли до Луевых горах? Недалечек вечером можно туда поспеть, как бы ни заставы царские, да сторожевые приставы. Кань заставы? Что это значит? А кто-то бежал из леска. А верно всех задерживать, да осматривать. Будьте бабушкой Юрьев день. Оставив чучело маленького Дмитрия. Стоп, 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 стоп. Это не та реплика. Это не та реплика. Извините, господа диреки. Мы там не можем работать. Какая реплика нам уже получит? С телестором. Какую с телестором? Какую, такую. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Да, 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 да. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу. Ах, вольному воля. А пьяным, ура, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за швистанчику. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю. Именно дело пьянства, одно и чванства. Хочешь жить, как мы, так милости просим. Нет, так проваливай сковород по путь, товарищ. Ты, отец Варлан, пи, да? Да про себя-то немножко разуми. А что мне про себя-то разуми? Ты же тоже лоско говорить-то у меня. Да? Да. Так что мне про себя-то разуми? Да, оставь его, отец Варлан. А что он запорсник? Сам же к нам навязался. Не в этом окно, не в этом откуда. Да еще и спесивиться. А может он кобылу не ухал? Свят, 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 свят. Ухал кобылу, это означает, по тем временам сидел в тюрьме. Вот, в это время пушки направляются в парам, понравившись им в хозяйку. Майдан! А куда гнил эта дорога? В Литву, мой кормилиц, к Улевым горам. А вы не кормили, вы улевы, в тревоги? Не до летчик. Вечером можно бы туда подспить, как бы не заставы царские достыржения кристовым. Как заставы, что это же не очень? Кто-то бежал из Москвы, а вере на всех задерживать, да осматривать. Вот тебе бабушка, ее левей. Один время. На хер пускаются к пляс, начинается общее беседение. Два пляжа с Ризаилом, а кто-то с хозяйкой. Эй, товарищ, да ведь к хозяйке присусенился. Сзади не нужна тебе водка, а нужна молотка, дело-то, дело-то. Да ладно, сказано, отец мой воров. А что, по-моему, надо бы все, а что воровка воровка? А, господи, вы едли, моргий разбудит, сколько здесь добрый бутон, нынче прохода нет. А что, если вы думаете, ничего, не лесный лес не поймает, будто в Литву нету другого пути, как столбовая дорога. Да вот хотят судить вороти в лево, да иди в воровку, да иди в воровку, да иди в чиканском ручью. А оттуда, прямо через болт на путь, но там, прямо заходим вас в стеки, мальчишка, наведет по морям и в горы. Ой, от этих приставов какой толк, что обтирают прохожих, да обижают нас дед, да кто-то и знал, что подороголь, а заваривай, вязай их вверх. Где нам сейчас, что-то это что-то, или... Ходят приставы. Здорово, дедико! Да, у поролу, вы спустите, дорогие, милские бруси! Бадо, тут попойка идет, будет чем поживиться. Вы что за люди? А вы божьи старцы, иноки смиренные. Ходим поселение, насобираем милостую христианскую на монастырь. А ты? Наш товарищ. Мирянин из пригорода. Проводил старцев до рубежа, а цели идут. Вы с вами? Да. Ну что, отцы мои, какого промышляете? О, плохо, сын, плохо. Мы не христиане стали скупы, деньку любят. Деньку прячут, мало богу дают. Приди грех били на языце земли. Все пустились в торги, в мыторство. Думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь. Иногда в три дня трех полушек не вымолишь. Такой грех пройдет неделю-другая. Замять шмашон, ко мне и так мало, что совестно монастырь показаться. Что делать с горе, и остальное пропьешь. Беда, да и только... Как плохо. Знаешь, пришли наши последние времена. Ой, пришли мы последние времена. А что ты на меня так пристально смотришь? А то, что из Москвы бежал некий злой еретик Гришка Трепьев. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Не слыхал, ладно. От того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли это? Не знаю. Не знает, ладно. А умеешь ли ты читать? Не умудрил господь. А ты? С молоду знал да разучился. Только считать. Ну так, вот вам царский указ. А на что он дал? Остается мне, что тот и деда, еретик, вор и преступник. Ты? Я? Что ты, помилуй, что ты это? А вот сейчас-то мы и выясним, ну-ка, кто здесь грамотный, а? Я. Вот те, нау, кого ж ты научился? А у нашего панамаря. Читай же вслух. Чудово монастыря неразумный червец Григорий из рода отрепливал. Пал в герри и дерзнул наученный дьявол обозмущать святую братью всякими беззаконными и соблазнями. А по справкам оказалось, отбежал он окаянный границы литовской. И царь велел изловить его. И повесить. Не сказано. Повесить. Врешь, не каждое слово в страху пишется. Читай. Изловить. И повесить. 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 Маленькие двери и Пушкин, сквозь бахавку чучела, устремляются к распахнувшемуся. Ну! И вылетают вон. На свободу. Приставы держи, держи, держа. Вполне возможно, но это зависит от сценографии, того спектакля, который не будет поставлен. Вполне возможно, что это окно выходит на мой путь. Возникает аллегорическая картина в ночном древе Петербурга, над Бойкой. Влетят трое в середине чучела, рядом с ним, как апостолы его, святой убьенный Дмитрий и наш Александр Сергеевич, В пудрявинку, в обраке, с тросточкой и в цилиндре. Все это окружено хором ангелов, которые поют славу государю. Твою невесть везде и признав сущие, Своих врагов моленью не блин, И молимся о нашем государю, А быть бронам такой благочестивым, Всех христианца не самодержат нам. Москва, дом Шуйского. Шуйский, множество гостей. Подняв за здравные чаши, наполненные, Они тоже поют гимн во славу государю, Но во славу другого государя. Дело в том, что Борис Федорович был фигурой несколько мелковатой для России. Ну, такое в нашей истории время от времени случается. Несколько мелковатый, злобноватый и очень манительный. Ну, там не все в порядке было у него с легитимностью. Тогда, конечно, такого слова не знали легитимность, Тогда считали власть от Бога или не от Бога. Так вот с этим было не все в порядке. Какой-то Годунов с чего, вдруг, откуда, с какой горы Годунов царь. Ну, сами понимаете. И для того, чтобы на Красной площади народ так вопил, Отец наш, властвуй нами, будь наш отец народ. Для этого тогдашней Русгвардии Приходилось очень сильно поработать батагами. И тогда не только что слюнями намазывали, Изображали слезы, ну и просто умывались кровавыми соплями. Так к чему это говорю? К тому, что он, например, сдал указ о том, Что при любом застолье, при любом собрании людей, Которые выпивают, Обязательно поднималась заздравная чаша По славу Бориса Годунова. Да здравствует великий государь! Мы боремся о нашем государе! Просите, живые гости, дорогие! Благодарю, что вы мои хлеб-соли не презрели! Прощайте! Добрый сон! Гости расходятся! Остаются шуруски! Афанасий Михайлович Пушкин На село убрались Ну, князь Васильевич Я уже думал, что нам не удастся И ты ведь говоришь Что такое, Афанасий Михайлович? Чудеса не только Племянник Маганин Пушкин Мне искра Маганца присылал слово Ну? Странно, племянник пишет Моис Сын Грозного, его державный отрас По манию Бориса убил Да это уж не нового Погоди! Димитрий Жил Не модно, какая весть! Димитрий Жил Но подлинно чудесно И только-то Послушай до конца Кто б не был он Спасенный ли царевич Или некий дух во образе его Или смелый плод Бесстыдный самозванец Но только там, где Димитрий появился Не может быть! Его племянник видел Как приезжал впервые во дворец И сквозь рябьи литовских панов Прямо шел в тайну Палату короля Кто же он такой? Не знаю Известно то, что он слугой Убил у Вишневецкого Что на ныре болезни Открылся он Духовному отцу Что гордый пан Его проведав в тайну Ходил за ним Поднял его Содрая с ним Потом Поехал Что ж говорят об этом удальце? Да слышно он Умён Приветный Лобок Понравился Московских беглецов обворожил Латинские папы с ним заодно Король его ласкает И говорят Помогу Обещался Это брак такая Кутельман Что голова пойдет Кругом неважно Сомнений нет Что это самозванец Но признаюсь Опасность немала Весть важная Если до народа она дойдет То быть в грозе великой Такой в грозе Чтобы лецарю Борису Сдержать бенец на умной голове И по телу ему Он правит нами Как царь Иван И к ночи будет помянут Что пользы в том Что явных казней нет Что на колу кровавом Всенародно мы не поем Канонов Иисусу Что нас не жгут на площади А царь своим же злом Не погребает тугали Уверены ли мы в бедной жизни нашей Но с каждый день Опало ожидает Тюрьма Сибирь Клобук Калькандалы А там В глуши Гло На смерть Геркель Петля На холь скажи Полегче ли народу Спроси его Попробуй самозванец Им посулить старинный Сибирь 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 Тех Рав ты, братец Прав Но об этом и обо всём Мы помолчим До времени Вести Знать о себе Ты человек разумный Всегда с тобой беседовать я рад И если что Меня подчас тревожит Не утер пришел Не сказать Тебе К тому же твой мед Да бархатное пиво Сегодня так язык мой Развязали Прощай 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 Брат До свидания Царские палаты Царевич Фёдор Царевна Ксения Мамка Царевич Фёдор что-то старательно рисует Царевна Ксения Царевна Ксения Царевич Царевич ल Царевич Царевич Ой, не мне ты достался, не своей невесте О темной могилке на чужой сторонке Никогда не утешусь, вечно тебе буду плакать Жениху царя для датскому королевичу-христиану Оказался неполезен московский климат Он как-то так вдруг неожиданно простудился И как-то так в одночасье вдруг взял и помер Правда, злые языки говорили, что его просто отравили Пусть заряд на пыльцам о плаче, что леса пройдет Зайдет солнце, красу и сушит Будет у тебя другой жене и приластные приятные Полюбишь его, дитя, ношенье наглядное И навудишь своего королевича Нет, мамушка, я и мертвому буду ему верна Входит Борис Что, Ксения, что, милая моя, в небесах у печальных даницах Все плачешь ты о мертвом женихе И, дитя мое, судьба мне не судила Виновникам вашего блаженства Я счастье твое не смог устроить Безвиняя, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Это что? Чертеж земли московской Наше царство из края в край Вот видишь, тут Москва, тут Новгород А тут Астрахань А вот пермские дремучие леса А вот себе А это что такое? Узором здесь вьется Это Волга Как хорошо Вот сладкий плод учения Как с облаков ты можешь возреть Все царство вдруг Границы, грады, реки Учись, мой сын Наука сокращает нам опыты Быстротекущей жизни Ходит Семен Годунов Царевна и мамка Что скажешь мне, Семен Никитич? Да нынче ко мне учил свет дворецкий князь Василия и Пушкина слуга пришли с доносом Ну? Пушкина слуга донес сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец и через час без грамоты отослал был обратно Гонзас, хватит? Уж послал он в Дагонию А Шуйском что? Вечер он угощал своих друзей Обоих Милославских, Батурлиных, Михаила Салтыкова до Пушкина, до нескольких других А разошлись уж поздно Только Пушкин наедине с хозяином остался и долго с ним беседовал еще Сейчас послать за ним Государь, он сам пришел Зови его сюда Противен мне Ратушкинах нетерный А Шуйского должен доверять уклончивый, но смелый и лукавый Нет, нужно князь с тобою говорить Но, кажется, ты сам пришел за дело и выслушать хочу тебя сперва Так, государь, мой долг тебе поведать есть важную Я слушаю тебя Но, государь Царевич может знать, что ведает князь Шуйский Говори Царь из Литвы пришла к нам лезть Не тая, что Пушкину привез в вечер галец Все знает он Я думал, государь, что ты еще не ведаешь всей тайны Нет нужды, князь Хочу сперва сравнить известия, иначе не узнаем мы истину Я знаю только то, что в Кракаре явился самозванец И что король и паны за него Что говорят? Кто этот самозванец? Не ведаю Но чем опасен он? Конечно, царь, сильна твоя держава Ты милостью родением и щедротой Установил сердца своих рабов Но знаешь, царь Бессмысленная чернь Изменчива, нятежна, суеверна Легко пустой надежде предана Мгновенному внушению послушна Для истины глухая и равнодушная Властью не питается она Ей нравится бесстыдная отвага Так, если сей неведанный бродяга Ледовскую границу перейдет К нему долгу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия? Царевича дырю? Он покраснял, вы дебюре Димитрия? Он ничего не знал Послушайте, князь Взять меры сей, или что? Чтоб от Литвы Россия оградилась заставами? Чтоб ни одна душа не перешла за эту грань? Чтоб заяц не прибежал из Польши к нам? Чтоб ворон не прилетел из Кракова? Ступай! Иду! Постой! Неправда ли это весь затеяла? Слыхал ли ты когда, чтобы мертвые из гроба выходили Допрашивать царей, царей законных Назначенных, избранных всенародно Увенчанных великим патриархом? Смешно, а что? Что ж не смеешься ты? Да, государь! Послушайте, спаси Как я узнал, что отрока сего Что отрок сей лишился как-то жизни Ты послан был на следствие Теперь тебя крестом и богом заклинаю По совести мне правду объяви Узнал ли ты убитого младенца И не было подмена? Отвечай Клянусь тебе! Нет, шуйский, не клянись Но отвечай, ты был царей Он! Подумай, князь Я милость обещаю Прошедшего лжи опалую напрасной не накажу Но если ты теперь со мной хитришь Я головою сына клянусь Тебя постигнет злая казнь Такая казнь Что царь Риман Батич От ужаса во грабе сограгнет Тебя казнь Страшна, страшна твоя немилость Перед тобой дерзнули я лукавить И мог ли я так слепо обмануться Что не узнал Дмитрия Три дня я труп его в соборе посещал Всем мугличем туда сопровожденный Вокруг его тринадцать тел Лежало растерзанных народов И под ним уж гренье Примерно проступало на детский век Царевич был ясен и свежий тих Как будто усыпленный Глубокая не запекалась язва Черт и шлица совсем не изменились Нет, государь, сомнения Нет, Дмитрий, во гробе спит Ладно, удались Ух, тяжело, зайду-ка переведу Я чувствовался, кровь моя Лицо на мне кинуло и тяжко опускалась Так вот зачем тринадцать лет Мне сряду все синилось и убитое дитя Да-да, вот что теперь я понимаю Но кто же он, мой горозный супостат Кто на меня, пустой мятень Уже летит, сорвет с меня порфиру Или зову к лишить детей моих наследства Безумец я, чего же я испугался На призрак сей паду И нет, его так решено Не покажу я страха Но презирать не должно ничего Ох, тяжела ты, шапка, мономаха Крапов постел Маленький Дмитрий Пушкин Под пристальным взглядом Посланника Папа Римского Патра Черниковского С увлечением лепит из чучела Образ будущего московского царя Католического царя Селя Руси Нет, мой отец Не будет затруднения Я знаю Друг народа моего В нем набожность Не знает иступления Ему священ пример царя его Всегда Вручаюсь я, что прежний круг город Весь мой народ Вся северная церковь Признаю наследника Петра Существую тебе, святой Игнатий Когда придут и ныне времена А между тем Небесной благодати Храни в душе царевь семена Твои слова, деяния Судят люди намерения Единый видит Бог Субтитры создавал DimaTorzok 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 У soccer Добрия Черезского Отворяются двери Входит толпа русских и поляков Товарищи, Мы выступаем завтра из Кракова Я, Миша, у тебя становлюсь с Анголи на три дня. Я знаю твой бескоприимный замок, И в пышности выстают благородные, И славятся хозяйкой молодой. Прелестно, Марина, я надеюсь купить их там. А вы, мои друзья, и твоя Русь, Вы братские знамена, поднявшие на общего врага На моего коварного злодея, сны славян. Я скоро поведу в железный бой, Дружины ваши грозные, Но между вас я вижу новый пицца, Хрущев бьет челом. Так, государь, отец наш, мы твои усердные, Гонимые хлопья. Мы из Москвы обальной бежали к тебе, наш царь, И за тебя готовы главами лечь. Да будут наши трупы на царский трон ступенями тебе. Маленький Дмитрий подбегает к Хрущеву, Прижимается к нему, изо всех сил обнимает этого большого дядьку, Хрущев плачет. Уужайтесь, обезвинные страдальцы, Лишь дайте мне добраться до Москвы, А там Борис расплатится во всем. Все вдруг как бы сходят с ума, Попадите им в этот раз сейчас, А них мы зарпали его голыми руками. Похот, похот, да здравствует Елийкий, Да здравствует Великий, Князь Московский. Вишневецкий дом Мнишика. Мнишик? Вишневецкий. Он говорит, с одной моей Мариной, Марине, одну юзанью дом, А тело-то на свадьбу страхом похоже. Ну, думал ты, признайся, Вишневецкий, Что дочь моя царицей будет. Да, чудеса, а думал Рин, Что мой слуга взойдет на фронт московский. Ну, как она, скажи, моя Марина, Я только ей промолвил, Ну, смотри, не упускай Дмитрия, И вот все кончено, Уж он в ее сетях. Бал. Музыка. Это не просто бал, бал Маскарад. Все обряжены фантастической красоты Костюмы и маски. В дедом уголке маленький Дмитрий Спит на коленях у чунчина, А в первой паре Паладеза Пушкин в костюме царевича Елисея С первой красавицы Европы Маринишик в костюме шамаханской царицы. На вечеру в одиннадцать часов, Полейли дня завтра в фонтанах, В зоны танцующих устремлены Что в ней нашел Дмитрий? Как она красавица! Да, враморная нива, Глаза устали с жизни, Без улыбки. Он некрасив, Но видимо приятел, И царская порода в ее вина. Когда ж в поход? Готовы мы, Но видимо пановнишик С Дмитрием задержат нас в плену. Приятный плен! Спереди вперед! Война, война! Добычий будет нам воскал! Ночь, сад, фонтан. Все укрыто по размеру. Бледная луна, Ей-бедель, Освещает место будущего свидания. По сцене придет Кушкин, Блача до собой соломенное чучело. Маленький Дмитрий Девает снежную валу. Кушкин, как бы на вкус, Пробует первые слова этой, Пожалуй, одной из лучших Мировой драматургии Романтических сцен. Сцены у фонтана. Вот и фонтан, Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязлим. Перед собой вблизи Видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Мне вечная неволя угрожала. За мной гнались, И я духом не смутился. И дерзостью неволи избежал. Но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит синий одолимый трепет? И это дрожь желаний напряженных? Нет, это страх. День целый ожидал я тайного свидания с Мариной. Обдумывал все то, что ей скажу, Как обольщу ее надменный ум, Как назову московской царицей. Но час настал и ничего не помню. Не нахожу затверженных речей. Любовь мутит мое воображение. Но что-то вдруг мелькнуло, Шорох тише. Нет, это свет обманчивой луны. И прошумел здесь ветерок. Ходит. Царевич. Она. Вся кровь во мне остановилась. Кромешный. Темноте. Марина. С трудом удается рассмотреть Сидящий у фонтана силуэт. Дмитрий, вы? Волшебный сладкий голос. Ты, наконец, тебя не вижу я одну со мной Под сенью тихой ночи. Как медленно катился скучный день. Как медленно заря вечерня гасла. Как долго ждал. Во браке я ночной. Часы бегут, дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание Для того, чтобы услышать нежные речи любовника. Слова не нужны. Веришь, что любишь ты. Но слушай. Когда решишь с твоей судьбой бурной и неверной Соединит судьбу мою, то вправе я требовать тебе Три одного. Я требую, чтобы ты души своей мне тайно Открыл тебе надежды, намерения и даже опасения. Чтоб обраку могла с тобой смело пуститься в жизнь Не с детской слепотою, не как раба желаний легких мужа, Наложница безмолвная твоя, но как тебя достойная супруга, Помощница московского. Зая. Куда забыть, хоть на единый час Моей судьбы, заботы и тревоги. Забудь сама, что видишь перед собой царевича. Марина, заривание любовника, Избранного тобою, Счастливого твоим единым взором. О, выслушай моления любви, Дай высказать все то, чем сердце полно. Не время, князь. Ты медлишь, и меж тем приверженность Твоих клевретов стынет. Час от часу опасности труда И становится опаснее и труднее. Ушносятся сомнительные слухи, Уж новизна сменяет новизну, А Годунов свои приемлет меры. Что, Годунов, во власти ли Бориса Твоя любовь, одно мое блаженство. Нет, нет, теперь гляжу я равнодушно На трон его, на царственную власть. Твоя любовь, что без нем не жизнь. И славы блеск, и русская держава. Твоя любовь. Блухой степи, и в землянке бедный ты, Ты заменишь мне царскую корону. Твоя любовь. Стыдись, не забывай высокого святого назначения. Тебе твой сон дороже, должен быть всех радостей, Всех обощений в жизни. Его ни с чем не можешь ты равнять. Ни емношу тебя, с чему безумно приемному, Моей красотою знай. Отдаю торжественную руку наследнику московского престола царевичу, спасенному судьбой. Не мучь меня, прелестная Марина, не говори, что Сана не меня избрала ты. Марина, ты не знаешь, как больно тем ты сердце мне язвишь. Как, ежели... Но страшное сомнение. Скажи, когда б не царское рождение назначила слепая мне судьба, Когда б я был не Иоаннов сын, не сей давно забытый миром отрок, Тогда б... Тогда б любила ли ты меня? Дмитрий ты, и быть иным не можешь. Другого мне любить нельзя. Нет, полно. Я не хочу делиться смертным лицом, любовницей, ему принадлежащей. Нет, 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 полно, полно, полно мне притворство. Скажу всю истину. Так знать же, твой Дмитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь скажу, я бедный черновизец, Монашеской неволею скучая под клобуком, Свой замысел отважный обдумал я, Готовил миру чудо, И, наконец, из кельи бежал куб крайнцам в их бурные курения. Владеть колем и саблей научился, Явился к вам, Дмитрием назвался, И Поляков безмозглых обманул. Что скажешь ты, надменная Марина? Доволь ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь? Куда завлек меня порыв досады? С таким трудом устроено и счастье Мне, может быть, навеки погубил. Что сделал я безумие? Вижу, вижу, стыдишься ты не княжеской любви. Так вымолвишь мне роковое слово. В твоих руках теперь моя судьба решит. Я жду. Встаем, бедный самозванец. Не мнишь ли ты колено преклонением, Как девочке доверчивой и слабой тщеславной А мне сердце умилить? Ошибся вдруг. У ног своих видала я рыцарей, графов благородных, Но их мольбы я хладно отвергала. Не для того, чтобы беглого монаха... Не презирай молодого самозванца. В нем доблести таятся, может быть, Достойные московского престола, Достойные руки твоей бесценной. Достойный позорный петли дерзкий. Виновен я. Гордыня буянный, обманывал я бога и царей. Я мир ругал, но не тебе, Марина, Ах, меня казнить я прав перед тобою. Нет, я не мог обманывать тебя. Ты для меня была единственной святыней. Пред ней же я притворствовать не смел. Одна любовь, любовь ревнивая, слепая, Одна любовь принудила меня все высказать. Чем хвалится безумец? Кто требовал признание твоего? Уж если ты, бродяга безымянный, Смог ослепить чудесно два народа, Так должен уж, по крайней мере, Ты достоин быть успеха своего И свой обман отважный обличить Упорную, глубокой, вечной тайной. Ох, могу, скажи, предаться я тебе, Могу забыть в ворот и стать девичьей, Соединить свою судьбу с твоей, Когда ты сам с такой простотой Так и вектор на позор свой обличаешь. Он из любви со мной проболтался. Дивы, Люська, перед моим отцом Из дружбы ты доселе не открылся От радости перед нашим королем Или еще предпоминешь детским Из верного усердия слуги. Клянусь тебе, что сердце моего Ты вымучить одна могла признание. Клянусь тебе, что никогда нигде Ни в дружеском заветном разговоре, Ни в пиршестве за чашу и безумство, Ни под ножом, ни в гуках листезами Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. Клянешься ты? Итак, должна я верить, О, верю я. Но чем мне в царю закринешься ты? Ни именем любого, Как набоженный премьер жезуитов, И не честью, как рыцарь благородный, А может быть, единым царским словом, Как царский сын, И таким, говори. Тень грозного меня усыновила. Димитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутила, И в жертву мне Бориса обрекла царевичья. Довольно. Стыдно мне пред гордую полячку лежаться. Прощай навек. Игра войны кровавая. Судьбы моей обширной заботы, Тоску любви, надеюсь, заглушат. О, как тебя я стану ненавидеть, Когда пройдет постыдной страсти жар. Теперь иду. Погибель иль венец мою главу в России ожидает. Найду ли смерть, как воин в битве честной, Или как злодей на плахе площадной, Не будешь ты подругой моею, Моей судьбы не разделишь со мною. Но, может быть, ты будешь сожалеть Об участи отвергнутой тобою. А если я твой дерзостный обман Заранее пред себя обнаружу? Не внишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской геи, Чем русскому царевичу? Так, знаешь же, Они король, ни папа, ни вельможа Не думают о правде слов моих. Дмитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздора и войны, Им это лишь и нужно. И тебя, поверь, мятежница, молчать заставит. Прощай! Постой, царевич! Наконец я слышу речь не мальчика, Не мужа. С тобою, князь, она меня не любит. Безумный твой порыв я забываю И вижу вновь Дмитрия. Послушай! Пора-пора, проснись, немедля воли, Веди полки скорее на Москву, Очисти кремль, садись на трон московский, Тогда за мной шли брачного посла. Но слышит Бог, пока твоя нога Не опила сотронной ступени, Пока тобой не стерпнет Годунов, Любви речей не буду слушать я. Нет, лучше я, нет, лучше нам сражаться с Годуновым Или хитриться придворным иезуитом, чем с женщиной. Черт с ними, мочи нет, И путает, и вьется, и сползет, Скользит из рук, шипит, вопит, жарит. Змея, змея, не даром я дорожал, Но решено. За утро, да не лурать! Змея, не даром я дорожал, Граница Детская 1604 года, 16 октября. Полки проходят границы, Впереди на гриванной осадке, Многие дружины полны Восмыслятный чучел. Рядом с ним пушкой Горцуют верхом на своей тросточке, Тут же верхом на палочке Маленьким зеркалом. Беда тебе, Бориславлавый, Царевич тенью кровавый Войдет со мной в твой светлый дом. Беда тебе, главы преступной, Ты не спасешь ни покаяньем, Ни мономаховым венцом. А не пускают лошадей скачь, Полки приходят границу. Вперед, вперед, И горе Годунову! Роботеризм скачки Передается и последующий Встреча скульптурой Встреча скульптурой Встреча скульптурой Царская дума, Царь-патриарх и вояр Не приплясывая, Царь приплясывая, Возможно, Растрига, беглый инок На нас ведет злодейские дружины. Да, зайка нам писать угрозы полно, Пора смирить безумца. Поезжайте, пьют трубецкое, Ты, Басманов, помощь нужна Моим усердным боеводам, Бунтовщиком чернило посажден. Спасайте, гранаты, граждан! А мы просто сеяли, А мы просто сеяли, А мы просто собрыли, Копчен, и копчен! Басманов, Виртуозный, Загитует казачьей шкафы. Государь, Трех месяцев отныне не пройдет, И замолчит из слуха самозванцы. Его в Москву Привезем в железные клетки, Как зверя, Бога на тебе, Клирусь! Меня шведский государь Через послов Союз свой предложил, Но не нужна нам чуждая Помога, Своих любимых Довольно рад, Но чтобы отразить Изменника фряха, Я отказал. Щелканов, Разослать во все конце Указа к воеводам, Чтоб на коня садились, И людей постаренно Службу высылали. В монастырях Подобно отобрать Служителей, Причетных, Прежде не голоди, Когда бедовое отечество Грозило отшельники На битву, Сами шли, Но не хотим треволить И их пусть молятся За нас одни, Таков указ царя И приговор боярский. Теперь вопрос Мы важды разрешим. Вы знаете, Что наглый самозванец, Коварный промчал Повсюду слухи. Повсюду им Разосланные письма Посели тревогу И сомнения. На площадях Митежный бродит шепот, Умы кипят, Их нужно остудить. Предупредить Желал бы казни, Но как и чем? Решим теперь. Ты первый, Святой Отец Свою поэтой мысль Плавно, как девушка В круг выходит Патриарх. Тот самый год, Когда тебя Господь Богословил На царскую державу, В вечерний час Ко мне пришел Однажды простой пастух, Уже маститый стариц И чудную Поведал он мне тайну. Младых летах, Сказал я свет, И с той поры Не знал Ни дня, Ни ночи До старости. Напрасно я лечился И зельем, И тайным нашутанием, Напрасно я ходил На поклонение В обители К великим чудотворцам, Напрасно я И складистей святых Крапил водой Целебно темные очи, Не посылал Господь Мне исцеления. Вот, Наконец, Утратил я надежду, И к тебе Своей привык, И даже сны Мне виданных Вещей уж не являли, А снились Мне только звуки. Раз, В глубоком сне Я слышу Детский голос Мне говорит Встань, Дедушка, Пади ты в Увеличград В собор преображения, Там помолись ты Над моей могилкой, Бог милостив, И я тебя прощу. Но кто же ты Спросил Я детский голос? Царевич, Я Дмитрий, Царь небесный Приял меня В лек ангелов своих, И я теперь Великий чудотворец. Иди, Старик. Проснулся я И думал, Что ж, Может быть, И в самом деле Бог мне позднее Дарует исцеление. Пойду И в путь Отправился Далекий. Год Увелича достиг я, Прихожу в святой собор И слушаю обедню, И разгоряясь душой Истерной плачу Так сладостно, Как будто слепота Из глаз моих Слезами вытекала. Когда народ Стал выходить, Я внуку сказал, Иван, Веди меня на гроб Царевича Дмитрия. И мальчик Повел меня. И только перед гробом Я тихую молитву сотворил, Глаза мои прозрели, Я увидел и божий свет, И внука, И могилку. Вот, Государь, Что мне поведал Старец. Я посылал тогда Нарошно Бублич, И сведала, Что многие страдальцы Спасение подобно Обретали У гробовой Царевича Доски. Вот мой совет В окрем Святые мощи Перенести, Поставить их В соборе Архангельском, Народ увидит ясно, Тогда в мар Безбожного злодея И мощь весов Исчезнет Ахи хамяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Получение невероятно долгое. Такая прекрасная мысль. Взять и привезти в Москву. Но ведь это означает, что, во-первых, прямо в Кремле, под боком у царя, нужно поместить останки убитого им ребенка. А потом зачем нужно, чтобы стали свершаться чудеса исцеления? И только тогда, только тогда все увидят ясно, что это не а то та, а вот это... А если что-нибудь пойдет не так? Святой Отец, кто ведает пути Всевышнего? Не мне его судить. Некренный ссорный силу чаротворства он может дать младенческим останкам. Но надлежит народную молву исследовать, прилежно и бесстрастно. А в бурное смятенье времена нам помышлять о столь великом деле. Не скажет ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудий творим? Народ и так колеблется безумно. И так уж есть довольно шумных токов. Умы людей не время волновать нежданную столь важной новизной. Сам вижу, я необходимо слух рассеянный растриги уничтожить. Но есть на то и не средства проще. А так, государь, когда извозишь, что я сам явлюсь на площади народной, Уговорю совещу безумства и злой обман мродяйке обновлю. Заметил ты, как государь бледнел, и крупный пот с лица его закапал. Я признаюсь, не смел поднять отчей, не смел вздохнуть, не то что шелохнуться, А выручил князь Шуйский. Молодец! Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трога-трога, бьют барабаны Все обширикование превращается В какое-то почти языческое поклонение Чучел же Дмитрию победа, победа Да здравствует царь Дмитрию Победа, 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 победа Слава, 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 слава Слава, слава, слава Кушкин утешает, боюкает плачущего Дмитрию Что-то шепчет, напевает ему Рассказывает ему сказку. Месяц едет котенок. Плачет. Москва, площадь перед собором. Народ, скоро ли царь выйдет из собора? Победня кончилась, теперь идет морепствие. Что уж проклинали того? Я стоял на паперке и слышал, как дьякон завопил Гришко, Трепьев, Анафима. Пускай себе проклинают, царевичу и дело не дотрепьево. А царевичу теперь поют вечную память. Вечную память живому, вот уже и будет безбожником. Чум, шум, не царь. Нет, нет, это юродивый. Юродивый в железной шапке, Обвешанный ферригами, Окруженный мальчишками. Николка, Николка, железный колпан, Отвяжитесь, бесенят от блаженного. Помолись, Николка, за меня грешную. Дай, дай копеечку, Вот тебе копеечка, помяни же меня. Николка садится на землю и поет. Месяц едет, Котенок плачет. Юродивый вставай, Богу помолимся. Мальчишки окружают его. Здравствуй, Николка, что ж ты шапки не снимаешь? Щелк по железной шапке. Экона, звони. А у меня копеечка есть. Неправда, ну покажи. Хвать копеечку. И убегают. Взяли мою копеечку, Обижают Николку. Царь, царь идет. Царь выходит из собора. Боярин впереди Раздает нищим милостыню. Борис, Борис, Николку дети обижают. Подать ему милостыню, О чем он плачет. Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, Как зарезал ты маленького царевича. Боярин, пойди брось дурак, Схватите дурака. Царь, оставьте его. Молись за меня, Бедный Николка. А Николка ему вслед. Нееет, Нееет, Нееет. Нельзя молиться За царя Ирода. Богородица, не вели. СМЕХ 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 Тем временем в самозвании содержат все новые победы Севс Лаги самозванца Это уже огромное чудовище наподобие чудовищ театра Карла Годзе или главы из Руслана Людмилы или Змея Горыныча Где пленный позвать его ко мне Входит пленного Кто ты Дожнов московский дворянин на службе Смесяц будет Несовестно Прожнов что на меня ты поднял меч Как быть не наша воля Сражался ты под Северскую Я прибыл недели две по битве по битве из Москвы Что Годзе Он очень был Брюсского послал начальство над войском А зачем он отозвал Басманова в Москву Он наградил его заслуги честью и золотом Басманов в царской думе теперь сидит Он И сойдутся глядят Лазучек уши вьется А государь досуженный порою до ночи Ну Как раз беда Как раз беда Так лишь уж молчает Забидна жизнь Борисовых бедей Ну Войско что Ну А что с ним Одета Сыта Довольно всем Давно Гори Его Бог В беды А будет Тысяч Тридцать Да наберешь ты тысяч пятьдесят Ну Обо мне Как судят В вашем стане А говорят о милости твоей что ты, дескать, будь не в огне, а вор, а молодец. А здравствует сайт Девитрэй! Лес! Самозванец разбит на голову. Разломанное, порванное чучело валяется в вертормашке, и маленький Дмитрий возится со своей игрушечной сломанной лошадкой. Вокруг него стоит его израненная, оправленная войска. Мой бедный конь! Как бодро поскакал сегодня он в последнее сражение! И раненый, как быстро мчал меня, мой бедный конь! Ну вот о чем жалеет об лошади, когда все наше войско побито в прах! Послушай, быть может, от раны он лишь только заморился, и отдохнет мой бедный конь! Как мало нас от битвы уцелело! Мой бедный конь! Мы начисто разбиты и истреблены! А дело было наше! Я была смял передовую рать, да немцы нас порядком отразили! Вы молодцы! Ей-богу, молодцы! Из них уж непременно составлю я почетную дружину! А где-то нам сегодня ночевать! Да... Здесь, в лесу! Чем это не ночевать? Спокойной ночи! Приятный сон, царевич! Разбитый в прах, спасаясь от побега, Испечен он, как глупое дитя! Хранит его, конечно, провидень! И мы, друзья, не станем унывать! Царские палаты! На сцене Налезает Огромное Норто-чучело! Если вспомнить, что в прологе Александр Сергеевич упал на диван в своем собственном доме, что потом он на этом диване проснулся в келье у Пимина, то вполне возможно... Вылетали в окно, выходящее на мойке, то вполне возможно, все уже поняли, что вполне возможно, что все это действие происходит в доме на мойке. Так что стена проломлена, и оттуда торчит такая гигантская рожа. Басмана, царь, он побежден. Какая польза в этом? Мы тщетную победу увенчались. Волновь собрал рассеянное войско, и нам со стен пути не управляют. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков смеются им из-под гнилой ограды. Вот слава нет, я ими недоволен. Пошлю тебя, начальство над ними. Не род, а ум поставлю, воеводы. Пускай их спесь о местничестве тужат. Пора презреть мне ропот знатный черни и гибельный обычай уничтожить. Ах, государь, столь крат благословен тот будет день, когда разрядны книги с раздорами, с гордыней пожрет огонь. День этот недалек. Лишь дай сперва смятение народа в него смирить. Что на него смотреть? Всегда народ к смятению так и склонен. Так горзый конь грызет свои бразды, на власть отца так отрок негодует. Ну что ж, конем спокойно всадник правит, и отроком отец повелевает. Конь иногда сбивается до кассы, но отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпно издержать народ. Твори добро не скажет он спасибо. Грапи казни, тебе не будет хуже. Что? Привели гостей, напременных. Кто таковы? Джон Чейн и сэр Уильям Стокс. Чейн Стокс? Иду принять. Басманов, с тобой еще мне нужно поговорить. Останься здесь. Уходим. Высокий дух державный, дай Бог ему, сотрепивым проклятым управиться. И много-много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась. Не надо бы наедать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рот боярству родовому. Соперников в обране я не знаю. У царского престола станут первый. Не может быть. Ну что за страшный? Да, тревога в бояре. Придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся. У царевича, царевича зовет. У царевича зовет. Что сделалось такое? Царь за него. Царь умирал. Боже! На троне он сидел и вдруг упал. Кровь брызнула из уст и из ушей. Вносят царя. Он весь в крови. Минуточку. У Александра Сергеевича здесь замечательный, прекрасный, очень красивый, очень важный монолог, в котором царь прощается со своим сыном. Умирающий царь прощается со своим сыном. Странно. Александр Сергеевич был такой знаток жизни, такой реалист. Да и мы тоже понимаем, что встреча с каким-нибудь чейнстоксом не очень способствует произнесению красивых монологов. На троне он сидел и вдруг упал. Кровь вхлынула из уст и из ушей. Вот пожалуйста. А вот этот свод прекрасных, полной мудрости и красоты наставлений, которые благородно уходящий, умудренный трагическим опытом умудренный трагическим опытом жизнь, надеется передать молодому подростателю. Ух, 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 ух. Нет, это просто такой монолог не может быть произнесён. Просто не бывает. Так что в спектакле, который, скорее всего, как мы знаем, никогда не будет поставлен, Этот непроизносимый монолог обязательно должен прозвучать, но как монолог, который мог бы быть произнесен, если бы умирающий правитель не лежал в луже то ли мочи, то ли крови. А если бы у него были силы и бремя, которых, как выяснилось неожиданно, у него просто нет. Интересно, а как же это? Какой монолог? А как бы это могло быть? А падите все, оставьте одного царевича со мной, да, пожалуйста, да, 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 вот так, вот так, вот так, вот так, красиво, вот так, благородно. О, умираю, обнимемся, прощай, мой сын, сейчас ты царство начнешь. О, Боже, Боже, сейчас явлюсь перед Тобой, и душу мне некогда очистить покаянием, но чувствую, мой сын, ты мне дороже душевного спасения. Его благословляли дядю, когда престол он грозного приял, со временем и понемногу снова затягивай державные вразды, теперь ослабь и за рук не выпускай. О, милый сын, ты входишь в телета, когда нам кровь волнует женский лик, храни, храни святую чистоту невинности и гордую стыдли. Кто чувствами в порочных наслаждениях в младые дни привыкнул утопать, тот возмужан, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам с собою, ты муж и царь, люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Федор. Нет, нет, живи, царство долговечно, народ, и мы погибли без тебя. Царь, все кончено, глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Из левой кулисы выходит патриарх, святитель и боярик, Из правой кулисы помыльки выводят царицу, царевна рыдает. Царь, во времене владыка патриарх, я царь еще. Внимлите вы, бояре, сей, тот, кому приказывают царство, целуйте крест Феодору. Османа, друзья мои, при гробе вас молю, ему служить усердивой правдой, он так еще и млад и не порочит. Клянетесь ли, бояре, клянемся, клянемся, во всем тебе клянемся, царь. Я доволен, простите же мне соблазны и грехи, и больные, и тайные обиды. Святый Отец, приближься, я готов. Святый Отец, приближься, я готов. Святого Отец, приближься, ее готов. Святый Отец, приближься, клянемся. Святого Отец, приближься, клянемся, клянемся. Святого Отец... Среди движущихся фигур, персонажей и, как потерянный, грядет в османок, он идёт, как бы сам не знаю, куда, пока не натыкается. Маленького Дмитрия в ужасе не осознаёт, что перед ним призрак. Тебя ко мне он посылает. Тебе свою дружбу предлагает, и первый сам поёт в московском царстве. Но я и так высоко вознесён начальством над войском. Он для меня презрел и чин разрядный и гнев бояр. Я присягал его. Ты присягал наследнику престола законному. Но если жив другой, законнейший… Полно! Пустого мне не говори. Я знаю, кто он такой. Россия и Литва Дмитрием давно его признали. Но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Дмитрий настоящий, быть может, он и самозванец. Только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Бориса. Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава Богу. Победу я их отушивлю. А вы кого против меня пошлёте? Да много ли вас? Всего так восемь тысяч. Ха-ха-ха-ха! Ошибся ты! И тех не наберёшь! Я сам скажу, что вас – это дрель. Что казаки лишь только сёла грабят. Что мои книжку вас тут добьют. А, русски, да что и говорить. Перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильно мы вас маним? Не войско мне, не польское помогай, а мнением, да, мнением народным. В Дмитрия ты видишь торжество и мирное его завоевание, когда везде без выстрела ему послушно издаются города. А во его, кто прямо рчет. Ты видел сам? Охотно ли ваши рати сражались с ним? Когда же при Борисе? А нынче нет басмана. Поздно спорить и раздувать плоды пепель брани. Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный, Дмитрия царем провозгласить, и тем ему на веке удружить. Как думаешь? Узнаете его завтра. Прощай. Подумай же, басмана. Он прав. Он прав. Везде измена зареет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтобы меня буртовщики связали и выдали ответ ему? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный самому, но изменить присяги. Попальному изгнаннику легко обдумывать метеж и заговор. Но мне ли, мне ли, любимцу государя, но смерть, но власть, но бедствие безумное. Сюда, кто там, коня трубить и сдавать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Московские граждане, бог граждане, вам кланяться, царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный, царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но божий суд уж поразил Бориса. С Демитрием Россия покорилась. В Османов сам раскаяними усердных. Свои полки привел ему к присяге. Демитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых поднимите вы руку на царя законного, на внука Моломаха. О, московские граждане, о, опять граждане. Мир ведает, сколь много вы терпели. О, мир ведает под властью жестокого пришельца. Демитрий же вас жаловать намерен. Вы ли станете упрямиться безумно и милости кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте ж царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Стопольным jangan найден. Это не гневуйте. Доброе утро! Да здравствуйте! Доброе утро! Народ, народ! В гряды царские палаты. Ступай, в чайство брызовых штабов! Да здравствуйте! Доброе утро! Нас генет рот Бориса Годунова! Аааааа Ааааааааааааа.. Кремль Является Масальский. Является Масальский. Что ж вы молчите, кричите, да здравствует царь Дмитрий Ибакович. Является Масальский. Является Масальский. Слова народ безмолвствует, последние слова в тексте трагедии Пушкина. После чего возникают бурные потрясения. Спасибо. 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 Спасибо.